Как распознать человека с нечистым духом в душе? Очень просто. Всё православное его будет раздражать, всё православное его будет отталкивать. Ну, как вот тьма бежит от света, так человек, имеющий, так сказать, внутри вот такое бесовское духовное строение, он будет бежать от всего, что связано с христианским православным миром и жительством. И, ну, святыни, то есть к причастию бесноватые подойти практически не могут. К святыням, к святым мощам, к крестам, к Евангелию им очень трудно подойти, их всех корёжек. Ну, и, естественно, все их, так сказать, поступки, если они не верующие, не христиане, а ещё и движимым духом таким бесовским, они очень будут, так сказать, противоречить христианским образом жизни. А существуют способы изгнания? Ну, это и в евангельском тексте мы видим такие моменты, когда Господь сам изгонял одним словом, изгонял бесов из людей. И в одном из случаев с Гадаринским бесноватым легион бесов вышел из одного человека, вселился в стадо, более двух тысяч свиней в стадо этот легион бесов вселился, и они все попадали в море, потому что взбесились и просто сгинули в Галилейском озере. Зато этот человек стал разумным и, ну, стал человеком, потому что до этого он вёл себя хуже зверя. И сейчас есть чин отчитки бесноватых, который как раз и призван для того, чтобы изгонять бесов из людей. Это есть и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok